Накануне в Екатеринбурге в уже привычном составе депутаты и представители общественной палаты и журналисты шаурмячный патруль вышел на тропу на этот раз в пионерском поселке. По сравнению с походами на сортировке и в Торчермете, которые, забегая вперед, скажем, поставили на уши Москву и породили уже уголовное дело под контролем Бастрыкина, этот рейд не был особо длинным, всего лишь троеточие. Ну и как и во всех предыдущих случаях, на каждой из проверенных точек надо ставить точку, очень жирную, потому что опять 100% пациентов подтвердили худшее подозрение насчет того, что это пункты потравы местного населения, которое толерантно настолько, что само же и оплачивает труд иностранных специалистов, которые прибывают сюда целыми семьями и живут по своим понятиям, считая местные законы предрассудками и пережитками, не подлежащими исполнению. Вот, например, первое и элементарное требование – персонал обязан иметь при себе на теле, так сказать, личную санитарную книжку. На Сулимова, 27, молодой человек в довольно странной для общепита спецодежде уверенно заявил, что санитарную книжку имеет, но почему-то имеет не он, а какой-то другой дядя, и не здесь, а там где-то в офисе. По нашим законам так нельзя. Кстати, конкретно этому, кебабьему царству, еще очень повезло, что на тот момент в составе делегации не было специально обученной девушки, эксперта по общепитовским нормам и правилам. Зато в других местах она задала шороху по полной программе. Вот, например, гражданка Киргизии едва не удивила, предъявив на месте санитарную книжку, так при ближайшем рассмотрении и та оказалась паленкой и просрочкой. Так она недействительная. Вы когда проходили медосмотр? Ну да, я это... 21 год, и то не все врачи за 21 год пройдены. Гигиеническое обучение не пройдено, которое ежегодно должно проходиться в Центре гигиены и эпидемиологии. Два года назад она была действительно, сейчас нет. Ну а самым стандартным ответом на вопрос о документах можно считать вот этот. Документы дома остались. Все есть дома остались, патент все есть. Так, документы на продукты питания, на деятельность, кто у вас и поезд, или что за организация, где деятельность? Сейчас я скажу, вот смотри. У меня все есть, но осталось дома. Санитарная книжка, патент все есть. Еще эта бодрая женщина удивила своими экстрасенсорными способностями. Ее личные телесные сенсоры, оказывается, заменяют собой как бы обязательный термометр в холодильной витрине. Холодно или нет? Холодно-холодно. Холодно? Вот так? Да, работает, нормально работает. Он тепленький, по-моему. Нет, нормально работает. Так у вас там термометр должен быть? Вот нормально. Нормально? Конечно, нет. Нормально. А в той самой шаур-мяутнице, где иностранная специалистка едва не удивила подобием санитарной книжки, старые приколы начались едва ли не с порога. И вот смотрите, опять мясо в полиэтилене, как мы любим. Вот так. А как вы? Сейчас снимаем. Что? Эта пленка сейчас снимаем. Вот пленка, она же, смотрите, она же уже, она прожгла. Кого снимаете? Она прожгла, смотрите, и она прямо в мясо впиталась вся. Можно сейчас в наркоте? Смотрите, это как так можно? Чем вы кормите людей? Сарики. Вот так и стартовала здесь компания под тотальной утилизацией. Вот смотрите. А это коробками были. Вот это что такое? Нет, мы бросаем. Куда бросаете? Мусор бросаем. Бросаете? Конечно. Вот огурец с плесенью, смотрите. Вот плесень, откуда она появляется здесь на огурцах? Нет, мы тоже смотрим, и только что хотели это сделать. Когда только что хотели? Вот прям коробку-то выкидываете сразу все. Все, мусор. Живой еще? Что-то шевенится? Нет, по-моему, она уже умерла, и очень давно, судя по цвету. Вот вы это будете есть? Нет. Не будете есть это? Это же никто не дает жизни людям. Ну а что это у вас делает? Оно у вас стояло рядом с разделочной доской с ножом. Вы хотите сказать... Смотрите, тут даже на мясце волосы есть, смотрите, волосы там. Я не делаю. Это что-то из чего? Я не понимаю, это что-то... Вы это стали есть? В итоге огурцы и салат с плесенью, протухшее в маринаде мясо и целая болванка мяса свертела, обожженное вместе с пленкой, тут же под камеру отправились в мешки для трупов. А честно, сердце кровью не обливается. Мы же деньги сейчас выбрасываем чьи-то. Мы спасаем жизнь, наверное. Мы бережем здоровье детей, наверное, в том числе, потому что рядом школа, а дети после уроков любят поесть шавухи. Это, ну, принято у них. И вот за эти вот говна их потом им кормят. Хорошая новость для тех, кто считает такие рейды общественников бесполезными. Никто, мол, эти шаурма-сараи не тронет. Как работали, так и будут работать, будут травить и жить, наплевав на наши законы, включая строгий запрет на игорный бизнес. Ничего не дают мне. Не дают мне ничего не дают мне. Это обман. Именно по итогам двух предыдущих таких рейдов по сортировке в Турчермету, о которых мы подробно в цветах и красках рассказали, следственное управление СКР по Свердловской области жестко отреагировало, возгодив сразу уголовное дело. Статья называется «Халатность». Цитата из сообщения Следственного комитета. В медиапространстве получила распространение информации о том, что в городе Екатеринбурге Свердловской области нелегальные иммигранты в пунктах общественного питания оказывают услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Местные активисты выявили там многочисленные нарушения санитарных правил. Кроме того, работники организации осуществляют трудовую деятельность без оформления санитарных книжек. Отмечается, что компетентные органы мер к пресечению данных нарушений не принимают. Ну то есть конкретные лица из полиции, Роспотребнадзора, миграционные службы, в обязанности которых пресечение вот этого все входит, теперь будут пытаться убедить следователей в том, что они не проявляли халатность и всячески вот эту угрозу здоровью, жизни и прочей безопасности населения пресекали изо всех сил. Но оно как-то вот само. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел исполняющему обязанности руководителя управления по Свердловской области Анатолию Набитову доложить о ходе расследования уголовного дела по 293 статье, а по завершении доложить о его результатах. Хотел бы поблагодарить наших общественников за то, что затронули тему безопасного общепита в наших нестационарных торговых объектах. Администрация города выступает за безопасный общепит и мы окажем всецелую поддержку органам следствия.